В той день горизонтальный пресс усилием 12 тысяч тонн в третьем отделе алюминиевого комплекса собрал настоящий консилиум. Руководство цеха вместе с мастерами, технологами и контролерами. Ведь если удастся воплотить задуманное, то на базе 112 пресса будет организовано самое современное в России прессовое производство. А в 2014 году начнется серийный выпуск изделий для скоростных поездов. Немецкая компания Siemens будет собирать железнодорожные вагоны на совместное предприятие в Верхней Пышме. О необходимости широкие длинномерные панели сложной конфигурации обязуются поставлять в СМПО, создав совместное предприятие с американской компанией Alcoa. Салдинские металлурги предлагают компании Siemens свою технологию изготовления изделий пока на имеющемся оборудовании. В краткие сроки заводчане заказали голландским мастерам фирмы «Адекс» матрицу – прессовый инструмент, придающий форму готовому изделию. Планируется расширенная номенклатура. Всего где-то 59 разных наименований изделий. На один вагон идет это по проекту «Дезира». Вот максимальная длина 24 метра. Пока мы такую не можем длину делать, поэтому делаем пока 12 метров. К процедуре первого прессования готовились как к рождению ребенка. Вначале на прессе удалили остатки предыдущего сплава, затем заложили алюминиевый слиток весом 500 килограммов и кран подал чудо-матрицу. Через нее, как через решетки мясорубки, металл разделяется на несколько потоков, а затем в сварочной камере превращается в пустотелую панель. Нам нужно изготовить несколько штук изделий для сертификации фирмы «Сименс». Две штуки мы должны отправить на сертификацию во ВНИИЖ. Это ВНИИЖ железнодорожного транспорта, это российский институт, который занимается данными проблемами. И остальное, я так думаю, возможно, что кому-то, нашим заказчикам отдадим на пробу. Первая прессовка прошла ровно. Технологический цикл был опробован позже с большей скоростью. Процесс будет не стыдно предъявить аудиторской проверке, с которой скоро нагрянут представители заказчика фирмы «Сименс». После того, как будет проведена модернизация пресса 112 и создано совместное предприятие, где-то в середине 2013 года будет повторный аудит уже со всей анклатурой производства данных изделий. Получить на имеющемся оборудовании качественный тонкий профиль со средней толщиной стенки в 3 мм сложно. Поэтому специалистами в СМПО уже разработана программа дальнейшей модернизации алюминиевого комплекса на год вперед. Для того, чтобы снизилась себестоимость изделий и они стали конкурентоспособными, в цехе будут также установлены горячие спанки – ленточные пилы фирмы «Данабад». Позволит снизить толщину реза при мехобработке, при резке. И толщина реза уменьшается с 30 мм, примерно до 5 мм. И, соответственно, уменьшается стружка образования. Таким образом, выхода годного ориентировочно повышаются на 2-3%. Готовы документы и для заключения контракта с немецкой фирмой, которая займется модернизацией пресса усилием 12 тысяч тонн, а также установит вокруг него новую экструзионную линию – автоматизированный комплекс по производству пустотелых панелей. Первый цех находится в начале большого пути. Продолжение следует...